добрый день коллеги я вас прошу написать в чате слышно ли меня и видно ли поставьте пожалуйста плюсики крестики все что вам видно отлично отлично я вижу что у меня слышно и видно рада вас приветствовать сегодня на вебинаре которым светим экскурсионным туром в крым меня зовут романова елена я руковожу отделом маркетинга группа компании кандагар и сегодня мы в течение полутора часов подеседуем про то как мы подготовились к осеннему и зимнему сезону по экскурсионным турам обсудим все нюансы размещения туристов крыму расскажем о новинках акциях и все что может быть полезно вам в этом сезоне думаю что тоже обсудим напомню для тех кто присоединился к нам впервые о том что группа компании кандагар работает уже больше 27 лет на рынке в ноябре мы будем праздновать очередной свой день рождения и надеемся что так же как и последние два сезона спрос на внутренний рынок и внутренний туристический продукт будет продолжать оставаться высоким я сейчас говорю больше о положительных моментах безусловно вопрос конкуренции он остается но то что курорты российской федерации развиваются в том числе и крым не в рамках пляжного отдыха а в рамках других форм развлечений отдыха это экскурсионные программы это какие-то тематические экскурсии винный туризм в этом сезоне последние как и последние несколько лет продолжает оставаться в топе и все это безусловно дает возможность расширить туристам возможности для отдыха не акцентируя внимание только на летнем сезоне а это безусловно расширяет горизонты как туристов так и нас с вами как агентов и туроператоров которые могут предложить качественный и хороший туристический продукт напомню что наши офисы работают москве санкт-петербурге ростове и севастополе здесь севастополе находится головной офис компании и безусловно вы можете работать с любым офисом так сложилось что наши специалисты могут ответить практически на все вопросы вы можете выбрать самостоятельно более удобный вариант для вас так ну и кратко сегодня на вебинаре мы поговорим с вами про итоги экскурсионного сезона 2021 года первого скажем так после к видного сезона расскажем про то как прошла в этом году у нас программа экскурсионная какие итоги и что планируем делать конечно же обговорим программы на осень осень у нас еще в разгаре вы знаете что крым это экскурсионный сезон в крыму это как раз весна и осень самые благоприятные погодные условия для этого уже нету жары погода хорошая вот сегодня у нас на улице где-то градусов 18 ну утром похолодней конечно а вот в дневное время 18 20 градусов в октябре весь прогноз на октябрь примерно такой же поэтому это очень комфортная температура для того чтобы ездить на экскурсии путешествовать гулять по паркам поэтому как раз на октябрь ноябрь у нас есть еще ряд программ которые мы предлагаем нашим гостям обсудим новогодние рождественские предложения и обговорим акцию раннего бронирования натуры на 2022 год сразу скажу что безусловно есть много нюансов которые касаются конечно же ограничений связанных с возрастанием заболеваниям ковид на зимний сезон но опять же я расскажу опыт нашего прошлого года как происходило это в прошлом году с экскурсионными маршрутами какие выходы мы находили и конечно же я понимаю что глубина бронирования в связи с ограничениями связи с тем что гости могут заболеть она значительно уменьшилась тем не менее программы по россии программы по крыму пользуются спросом самолеты в крым прилетают полные полетная программа все еще пока достаточно обширная поэтому для вас как для агентов это экскурсионные туры в крым и а действительно продукт на котором можно заработать и хочу пригласить вас еще на два мероприятия онлайн которые состоятся одно на этой неделе 7 октября это будут рассказы нашего менеджера андрея жанухина про экскурсионные туры по россии это москва санкт-петербург золотое кольцо туры на кавказ которые в этом сезоне выстрелили и являются прям таким направлением который растет очень хорошо вот и оздоровление лечения в краснодарском крае в крыму мы планировали привести в октябре но решили немножко переместив на ноябрь чтобы дать более обширную программу подготовить новогодние предложения уже к этому вебинару поэтому немножко позже сообщим вам о том когда этот вебинар состоится напоминаю что все наши программы как экскурсионные туры так и туры в отеле санатории можно залить на ваш сайт занимает это буквально две минуты вы слегка можете в личном кабинете агентства если конечно у вас заключен договор взять коды экспорта и установить на ту страницу где вы хотите разместить наши предложения ну например даже крымская экскурсионка устанавливается за две минуты на странице где вы хотите разместить экскурсионные программы по крыму все обновления которые происходят у нас на сайте обновляются и загружаются к вам происходит это ночью то есть если сегодня мы обновили завтра на вашем сайте будут свежие информаты тены и фотографии поэтому пользуйтесь это удобно и тем кто размещает экскурсионные туры по крыму на своем сайте есть специальные условия чуть позже об этом не скажу так smm ну я думаю что все в курсе вчерашнего падения на некоторое время серверов facebook и instagram и google и google туда же потому что были проблемы в работе с этими сервисами мы постарались для агентов собрать удобные социальные сети мы сделали группу специальную для агентов вконтакте facebook и в телеграме кстати вот если вы находитесь в группах напишите какой канал для вас более удобный очень интересно и почему если можно напишите почему именно этот канал помимо электронной рассылки которая у нас такая уже традиционная такой олдскул все эти каналы мы используем для оповещения вас у наших специальных предложениях вебинаров каких-то специальных акциях акциях раннего бронирования ну и просто полезную информацию которую мы размещаем обращаю внимание что баннеры которые мы размещаем в этих сетях мы стараемся не стараемся делаем без логотипов группы компаний кандагар и разрешаем пожалуйста можете их смело брать и размещать у себя в социальных сетях это баннеры которые касаются специальных предложений баннеры которые касаются каких-то экскурсионных программ то есть смело берите копируйте эти баннеры устанавливайте себе на сайт для того чтобы вам не тратить время на создание контента для своих социальных сетей я знаю что большинство агентов сейчас работают в социальных сетях есть агентства которые не создают своего сайта а делают страницы именно в социальных сетях кто-то работает просто на Инстаграме, и это тоже работает. Поэтому присоединяйтесь. Уже более тысячи человек у нас в ВКонтакте, в Фейсбук немножко меньше, ну и активно растет аудитория в Телеграме. Мы создали ее недавно, но тоже достаточно активный канал, который мы используем для того, чтобы общаться с вами, дорогие одни. И я попрошу Лену Козека сбросить информацию сейчас в чат по экскурсионным турам, как поставить экспорт, ссылочку, и, конечно, ссылки на наши группы для агентов в социальных сетях. Скажите, меня слышно хорошо? Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Отлично. Ну что, еще одна хорошая новость. В сезоне 2021 мы наконец-таки закончили, ну, мы еще находимся в процессе, но основная часть, самая масштабная, закончилась интеграцией с channel manager Travel Line. На сегодня более 60 объектов размещения, прайсы по этим 60 объектам размещения мы заливаем через этот канал. В основном, конечно, это касается отелей с динамическим ценообразованием. Я думаю, что уже все давно поняли, какой проблемой является заливка таких отелей, потому что прайсы могут меняться до трех раз, а то и пяти раз в сутки. Это нереально делать таком традиционным путем. Поэтому это большой шаг, который в этом году проделали мы. Мы не останавливаемся. Заливка новых отелей и интеграция продолжается. Но такие основные отели популярные, которые нам хотелось предоставить в своей системе онлайн-тренирования и показывать вам актуальные цены, они залиты. Хочу обратить внимание, что обновление цен по этим отелям происходит два раза в сутки. То есть мы обновляем в течение суток два раза. И есть такой нюанс, что на выходных обновление цен не происходит. Поэтому агентство, которое бронирует отели с динамическим ценообразованием, а мы это помечаем на сайте в субботу, допустим, или в воскресенье, пожалуйста, не ориентируйтесь на эти цены, как на окончательные. Потому что мы делаем обновление в понедельник, и уже в понедельник будет точная цена. То есть деньги с туристов стопроцентно, и говорить мне, что это окончательная цена, брать нельзя, если вы продаете на выходных. Если вы делаете это в течение рабочих дней, то здесь два раза обновление цены дает вам практически 99% гарантию о том, что цены будут актуальны. Напомню, что в прошлом сезоне мы включили возможность бронирования авиабилетов. Бронирование билетов для агентов доступно уже внутри нашей системы бронирования. Вам необходимо выбрать сначала наземку, а потом уже к наземной части мы предлагаем варианты перелетов, которые могут подойти для туристов. Это разные авиакомпании, соответственно, уже внутри системы онлайн бронирования можно такой пакет забронировать. Не все агентства знают, но я надеюсь, что вы будете пользоваться, и вам будет удобно. Так, и еще один момент, это обратная связь от вас. Так, моя помощница Елена почему-то не выходит на связь, но я обязательно сброшу все ссылочки немножко позже. И обязательно хочу попросить, чтобы вы прошли буквально там несколько минут потратили на заполнение формы обратной связи. Честно скажу, я делала ее вчера в Google Combs, и я надеюсь, что она будет работать. Вроде бы как сегодня проблем никаких не было, поэтому я думаю, что должно все работать. Но очень важно получить от вас обратную связь. Каждый вебинар я задаю какие-то вопросы, и ваша обратная связь, она является всегда очень ценной. Ваши советы, которые вы даете, мы очень стараемся использовать в нашей работе. И не всегда мы видим то, что вам видно, то, с чем вы сталкиваетесь в работе с нами, или, допустим, ваши советы, как сделать лучше те или иные сервисы. Поэтому буду очень вам благодарна за то, что вы пройдете этот опрос. Ну и хочу напомнить, что уже с августа запущена акция «Крым. Сезон здоровья». Это акция, которая включает 20 санаториев Крымского полуострова, ориентирована на гостей, которые хотят оздоровиться в Крыму в период межсезонья. При бронировании до 31 октября предоставляется специальная комиссия, повышенная комиссия для агентов на туры с заездом с 1 октября по 25 декабря. Повышенная комиссия на туры дифферсифицированная, она не одинаковая для каждого санатория. Мы решили не обобщать, потому что где-то у нас есть возможность дать более высокую комиссию, где-то более низкую, поэтому по каждому отелю она есть. Ссылочку я вам сегодня тоже обязательно сброшу. Ну и краткий анонс. Только-только запускаются специальные предложения по акции раннего бронирования на 2022 год. Мы уже точно знаем, что специальные цены и комиссии будут действовать до 31 марта. Сегодня у нас всего несколько предложений по Крыму и Краснодарскому краю, но я надеюсь, что уже через месяц договорная кампания идет очень активно. Мы очень надеемся получить хорошие контракты на следующий сезон, поэтому как только у нас появляются подписанные соглашения с отелями и санаториями, мы сразу выдаем это в акцию раннего бронирования. Тот, кто планирует отдых, прошу прощения, отдых на 2022 год в Крыму или в Краснодарском крае, конечно, стоит подумать об этом заранее. Вопросы. Ваши туры экскурсионные подходят для организованных школьных групп? Да, подходят. Я сейчас закончу общую часть и обязательно расскажу про организованные сборные группы, в том числе на школьниках тоже мы остановимся. Так, ну и переходим непосредственно к нашей теме. Это экскурсионные туры в Крым, Крымская кругосветка. Я сегодня свой рассказ буду делать больше с акцентом на гарантированные программы. Это линейка Крымская кругосветка. Всего в линейку входит 7 гарантированных программ. Наши программы начинаются в марте каждого года и заканчиваются в ноябре. Каждая программа имеет свою длительность и разное количество заездов. Ну, безусловно, Гранд Тур – это та программа, которую вы сейчас видите на экране, маршрут, который, вот, красный маршрут проложен, самый длинный маршрут. Его протяженность, ну, мы считали, порядка 600 километров, общая протяженность. Это маршрут, который не захватывает только Евпаторию и Саки, а все остальные самые популярные регионы Крыма можно посмотреть в нем. Так вот, конечно, Гранд Тур, он самый популярный, самый длинный, но, помимо этого, есть разные другие программы, более короткие, с разной географией, и сейчас мы посмотрим на таблицу, будет более понятно. Ну, и длительность, и стоимость, соответственно, от этого тоже варьируются, и можно выбрать. Так, помимо крымской кругов, светки гарантированных туров, которые есть еще у нас также на Новый год и Рождество, безусловно, конечно, мы делаем сборные туры, мы делаем организованные туры для групп. Это могут быть и взрослые, и школьники, это могут быть корпоративные заказчики, но, честно скажу, что в этом сезоне немножко, конечно, просели сборные, туры для организованных групп, и больше, конечно, акцент, больший ажиотаж был именно на гарантированные сборные программы. По школьникам я вот, наверное, перейду сразу к итогам, то есть давайте посмотрим в целом на итоги. То есть если мы говорим про 2021 год, то объем продаж и, соответственно, заработок, который в этом году вырос у нас, это 27% рост. Это очень хороший показатель. По другому продукту, крымскому, либо краснодарскому краю, такого роста у нас, конечно, нет, а вот экскурсионка, особенно сборная гарантированная, дала очень хорошие показатели. И мы уверены, что этот рост в следующем году сохранится, может быть, не в таком большом количестве, но процент все-таки будет потихоньку увеличиваться. Это востребованный продукт, это продукт интересный, и это продукт, который формируется по такой цене, по которой турист самостоятельно просто не может за эти же деньги посетить все то, что он посещает, в том же количестве получить все услуги, но это просто нереально. Поэтому цена и качество здесь, безусловно, играют важную роль. Групповые туры, те, о которых был вопрос, в этом сезоне просели по сравнению. Ну, 2020 год был достаточно сложным, тем не менее, тоже были заказы на сборные группы, но просели как раз за счет детских групп. В прошлом году в Крыму, в Севастополе, так же, как и в этом году, прием детских групп не производится. Связано это с законодательством и с ограничениями. На сегодня мы ждем, что будет происходить в следующем сезоне. Мы очень надеемся, что ограничения будут послаблены, они будут уменьшены. Конечно, нам нужно пережить зимний период, самый такой тяжелый, да, с точки зрения роста заболевания. Но уже на следующий период мы надеемся, что детские группы, ну, по крайней мере, на весенние каникулы, будет возможность у нас принимать. То есть мы готовы, у нас есть все, и транспорт, и подготовленные программы, экскурсоводы, но нам важно, чтобы нам дали зеленый свет и разрешили группам путешествовать между регионами. Количество заездов по групповым сборным турам «Крымская кругоцветка» в 2021 году выросло на 18%. То есть мы увеличивали либо количество рейсов в один заезд, это было 2-3 автобуса, либо мы ставили дополнительные даты, но вот по сравнению с 2020 годом количество заездов у нас выросло. Ну и, конечно, кэшбэк. Хочу много разных мнений по поводу этой программы, но для нас, как туроператор по экскурсионным маршрутам, кэшбэк сыграл очень хорошую роль, очень важную роль, и, к сожалению, мы не можем дать четкую, скажем так, статистику по тем турам, какой процент туров среди наших туристов был куплен через кэшбэк, потому что у нас много партнеров, которые подключались к программе кэшбэка самостоятельно. И мы не знаем, бронировали они по кэшбэку или нет, но те бронировки, которые были у нас, мы понимаем, что это огромный процент прироста экскурсионных маршрутов, особенно на первую половину года, это апрель, май, июнь, дал именно кэшбэк. Думаю, что все слышали о том, что с следующего сезона, уже даже в январе, планируется восстановление программы кэшбэк, стимулирование поездок по России, поэтому мы очень надеемся, что это даст еще один такой дополнительный толчок. В сезоне 2022 года туристы привыкли, что можно путешествовать, можно получать 20% возврата за туры. Все наши туры, крымская кругосветка, ровно как и сборные программы для групп, подходят для кэшбэка. Единственное, что заезды должны быть от двух дней, и размещение в случае, если это не сборник, должно происходить в гостиницах, которые соответствуют и имеют официальную сертификацию ростуризма. К счастью, огромное количество отелей в Крыму, которые не имели сертификацию, за время действия программы подтянулись, и, по крайней мере, классификацию без звезд они получили. Поэтому для нас это очень хорошо, очень хорошо для вас, оформляя группы тех же школьников или корпорантов, у нас вы можете, безусловно, рассчитывать на то, что это будет тур с кэшбэком. Напомню, что для агентов разработана специальная система, по которой мы возвращаем агентское вознаграждение по окончании действия программы кэшбэка. Соответственно, это просто немножко другая система работы с агентствами по агентской комиссии. Вы не удерживаете комиссию сразу, оплачиваете нам разницу, вы, турист, платит нам напрямую сразу все, а дальше мы возвращаем вам, как нашему агенту, за ваши труды агентское вознаграждение, единственное, что по окончании действия программы. Поэтому следите за информацией, кэшбэк, я уверена, вернется, и для нас, для всех это тоже хорошая положительная новость. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть и осталось на осень. Обратите внимание, всего 4 программы у нас осталось на октябре-ноябрь. На экране вы видите даты заезда, маршруты. Конечно, самый популярный наш маршрут, он будет длиться до конца октября. Гран-тур «Крымская кругосветка». Стоимость его от 28 до не от, а это уже 28 900 до места в двухместном номере. Одноместное размещение стоит немножко дороже. Вот, ну и на ноябрьские праздники желтым выделена дата, это праздничный Крым. Здесь мы размещаем в Севастополе, и на ноябрьские праздники как раз можно посетить Крым по этому туру, заплатив всего 13 900. На все эти цены действует комиссия 10%. Обращаю ваше внимание, что есть специальная возможность получить комиссию 15%. Об этом сегодня немножечко позже расскажу. Все наши туры «Крымская кругосветка» являются кольцевыми. С прошлого года мы встречаем не только в аэропорту города Симферополя имени Айвазовского, но и на ЖД вокзале. На экране вы видите фонтан «Голуби», возле которого происходит встреча в аэропорту Симферополя мы встречаем при выходе из терминала. Обратите, пожалуйста, на это внимание. У нас часто туристы ждут внутри терминала. Нет, наш конкурсовод встречает гостей при выходе из терминала аэропорта. Крым – регион теплый, и даже в зимнее время, ну, за исключением каких-то редких-редких дней, когда у нас там может быть снег какой-то, или там в минус. В основном погода достаточно теплая, и гостям вполне комфортно ожидать на свежем воздухе, греться на солнышке. У нас очень красивая территория при аэропорте, засаженная лавандами, вечно зелеными растениями, поэтому достаточно комфортно можно побыть и подождать экскурсовода на улице при выходе из терминала. Все наши экскурсоводы – большие специалисты. У нас большой штат специалистов, которые работают с нами не один год. И сегодня, кстати, наша коллега, наш один из ведущих экскурсоводов, Галина Ивановна Баканова, расскажет вам от первого лица, с какими ситуациями туристы сталкиваются, и мы постараемся найти пути, как избежать этих ситуаций, чтобы турист остался доволен. Тем не менее, все наши гиды проходят специальную подготовку. Это специалисты, не просто гид-сопровождающие, это действительно экскурсоводы высокого уровня, которые имеют очень глубокие знания. И вот по всем нашим отзывам, которые мы собираем в каждой нашей группе, мы понимаем, что экскурсоводы – это наше основное богатство, помимо природы и, безусловно, красивых видов Крыму. Хочу отметить, что транспортное обслуживание в Крыму мы оказываем по всей территории. В Крымской кругосветках у нас есть разного размера транспорт. Честно скажу, что последние годы мы не берем большие автобусы. Бывают вопросы от агентств. Мы хотим большой какой-нибудь автобус, полуторный. С одной стороны, безусловно, это удобно. Более большие автобусы имеют более высокую посадку, более красивый вид из окна. Но крымские дороги, особенно по южному берегу Крыма, очень узкие. Очень часто это одностороннее движение. Очень часто это практически отсутствие возможности припарковать транспорт близко к местам интереса, близко к набережной, например. Поэтому большие автобусы имеют ряд ограничений и ряд негативных факторов. В связи с этим мы пытаемся... И в каких-то местах они просто не могут проехать. Поэтому мы стараемся брать автобусы средней емкости. На маршруте у нас также стоят мини-вены, очень комфортабельные, с кондиционерами и с багажными отделениями. Места в наших автобусах заранее мы не говорим, потому что это зависит от количества группы. Это может быть автобус побольше, поменьше. И заранее мы это не знаем. Формируется группа уже ближе к заездам. Но хочу обратить внимание, что большую часть информации, которая необходима туристу, а именно это контактный телефон, мобильный гида, экскурсовода, который будет встречать в аэропорту и сопровождать группу. Это места, отели, где будут туристы размещаться, чтобы спланировать какие-то свои интересы и свои поездки. Это изменения в программе, если такие будут. Все это мы указываем в инфолисте, который буквально за несколько дней до заезда мы размещаем на сайте и делаем рассылку. Пожалуйста, уважаемые агенты, не ленитесь, доводите до сведения туристов именно инфолист. Мы недавно поняли, что даже ваучер вам не нужен, потому что встречаем мы по фамилиям, а вот экскурсовод, когда понимает, что турист не в курсе изменений программы, это значит, что турист не получил инфолист. Это очень-очень важный момент. Поэтому очень вас просим обязательно все инфолисты доводить до туриста. Это важно. Размещение. Размещение во всех наших программах соответствует, безусловно, всем требованиям. Мы условно называем отели, в которых размещаем туристов, отели туристического класса. Это значит, что там есть все удобства внутри номера. Это значит, что там хорошая мебель, сделан хороший ремонт, нормальный. Но изысков нет. То есть в номерах не будет, допустим, тапочек и халатов. Номера, отели не будут расположены возле моря. Хотя бывает так, что, например, в Судаке мы селим в отеле Дива, и там до моря очень близко. Если это такой теплый период года, то можно успеть сходить на море в подведенное время. Но мы не гарантируем размещение возле пляжа, и тем более не гарантируем того, что мы будем туристов туда возить. То есть наши туры рассчитаны на экскурсионную программу, на то, что мы показываем, возим и ходим. Если туристы хотят все-таки совместить, особенно те, которые едут в теплое время года, это летом или в начале осени, то мы предлагаем комбинировать программы «Крымская кругосветка» с несколькими днями отдыха на море. Мы предлагаем скидку туристам для размещения, и после программы туристы могут выбрать тот или иной регион, забронировать несколько дней отдохнуть уже полноценно на море. Тем не менее, все отели, на которых мы размещаем туристов, они находятся в перечне Ростуризма. Классификация tourism.rf Все имеют классификацию. Она может быть разная от 2 звезд до 3 звезд, но, опять же, мы не гарантируем ни 2, ни 3 звезды. Мы гарантируем, что внутри номера будет все необходимое, а отель соответствует условно определению туристического класса. Ну и, конечно, питание. В наших турах разные типы питания, в зависимости от того, в какой день мы рассматриваем. В первый день мы, конечно же, ставим обед, потому что туристы прилетают, мы собираем их, и мы хотим, чтобы они имели хорошее настроение для путешествия в Крыму. Те точки питания, которые мы используем, которые мы ставим в нашей программе, они все проверены временем. Мы лично ездим, смотрим, общаемся, пробуем. И, конечно же, в каждом регионе мы стараемся дать какую-то колоритную точку, где туристы могут попробовать местную еду. Это, конечно, и крымско-катарская еда, и морепродукты, и винные дегустации, которые есть в нашей программе. Поэтому, несмотря на то, что есть туры в нашей линейке, которые прямо ориентированы на гастро-винные такие моменты, но, так уж честно, практически в каждой программе есть элементы виногастрономической тематики, и, в принципе, каждый тур можно считать мини-виногастрономическим туром. Так, ну и то, о чем я говорила, вот моя помощница в зеленой копточке сообщает вам, что вы можете получить комиссию 15%, если вы выполните ряд условий. Эти специальные условия вполне выполнены для каждого агентства. Что необходимо сделать? Ну, прежде всего, безусловно, нужно заключить договор с туроператором Кандагар. Сделать это можно на нашем сайте в разделе «Регистрация», зарегистрироваться, заключить договоры. Кстати, договор на следующий сезон уже находится в разработке, и если кто-то еще не заключил, то и у вас нет заказов, потому что немножко подождать. Либо, если заказы есть, то на нашем сайте можно все это сделать. Дальше. Вам нужно установить экспорт туров на свой сайт. Вы, безусловно, можете повесить наши туры ручками, то есть скачать программы, скачать фотографии и повесить. Но сделать это при помощи экспорта гораздо проще и быстрее. Обращаю ваше внимание, что у крымской кругосветки внутри личного кабинета у нас есть прям архивы с фотографиями. Если вдруг вы хотите ставить не экспорт, а именно свои какие-то в своем виде, в своей форме записывать туры, то фотографии вы можете взять наши, они внутри личного кабинета висят и специально разработаны для того, чтобы вы их могли использовать. Обращаю ваше внимание, что это собственность компании «Карандагар». Использовать эти фотографии можно только для рекламы туров «Крымская кругосветка» и только в тот период, пока вы заключаете с нами договор, имейте с нами договорные отношения. Дальше, после размещения программ, вы ссылаете, пожалуйста, письмо на адрес sev3sobachka.com, указываете ваш ИНН и ссылку на сайт, где вы разместили программу. После чего мы отписываемся, что ваше письмо мы получили и изменили вам комиссию по турам «Крымская кругосветка». Вот, собственно, все простые правила для того, чтобы получить повышенную комиссию на 15%. Так, ну и ограничения, которые на сегодня действуют в Крыму. Напомню, что Севастополь – это специальная зона, отдельная зона, отдельный субъект Российской Федерации. Несмотря на то, что географически это часть Крыма, то с точки зрения государства это отдельный субъект, где есть свои правила. На сегодня ограничений по заселению в гостинице, экскурсионному обслуживанию в Крыму нет. То есть можно приезжать в любую гостиницу, заселяться, никаких дополнительных требований не нужно. Безусловно, есть ограничения при заселении в санатории, но здесь уже это действие каждого конкретного санатория, который имеет право требовать дополнительные документы. Это исправка о прививках, это исправка о санктивном окружении и тест ПЦР. В общем, разные есть требования, но в наших экскурсионных турах, в тех гостиницах, в которые мы селим, специальных требований нет. Что касается Севастополя, то при размещении в Севастополе действие этих требований будет длиться до 31 октября. Дальше мы будем ждать постановления от правительства, что будет дальше. И при заселении в Севастополь необходимо... Это в тех турах, где проживание будет в Севастополе. Напомню, что у нас есть программа, где туристы не живут в Севастополе. Что нужно? Сертификат о вакцинации, либо вам нужна такая справка, которую можно скачать на госуслугах, которая говорит о том, что вы в течение предыдущего времени, но не больше, чем 6 месяцев, перенесли заболевание в хозу. Вот эти два документа, которые можно использовать для заселения в гостинице Севастополя. В каждом туре, на каждой программе, если размещение происходит в Севастополе, мы обязательно об этом пишем. Поэтому, пожалуйста, то, что будет дальше, мы ждем. Что было в прошлом году? В прошлом году мы на Profit Travel встречались с вами в декабре, и тогда уже было понятно, что будут определенные сложности с размещением. Мы эти сложности решили. Все программы, которые были запланированы, были проведены, но, безусловно, были изменения в проведении этих туров. То есть в Севастополе нельзя было проводить экскурсии. Мы не проводили в Севастополе экскурсии, но можно было размещать гостей. Гостей мы размещали, но возили на экскурсии в другие регионы и давали им свободное время для того, чтобы они могли, например, погулять по набережной. То есть это было в рамках законодательства. На тот момент Севастополь размещал по тестам ПЦР. Это было обязательное условие. И, безусловно, была проведена огромная работа. И большое спасибо всем вам, кто, продав туры, нашу крымскую кругосветку участвовал в этой работе. То есть мы проводили прям точечно с каждым туристом, с каждым агентством работу о том, что нужно было проинформировать, о том, что нужен тест ПЦР. Мы собирали тесты ПЦР при встрече в аэропорту. Наши сотрудники ездили лично на программы новогодние, рождественские, встречали, проверяли. И, в общем, все прошло у нас хорошо. Поэтому, я думаю, мы уже привыкли жить в таком состоянии неопределенности. Я думаю, что мы справимся с тем, что будет в этом сезоне. Хочу сказать, что туры мы запланировали. Они состоятся в любом случае. Поэтому, если у туристов есть сомнения, можно немножко позже бронировать, чтобы турист, конечно, чувствовал себя в такой безопасности. И ничего страшного в этом тоже нет. Но вот действующие законодательства на октябре у нас есть. Что будет в ноябре, ждем. Но хочу сказать, что практически все наши программы, которые начинаются, я про сборники сейчас говорю, начинаются в октябре, они, в принципе, все попадают под заезд в октябрьские. Поэтому здесь тоже ничего страшного не будет. Рекламные туры есть. Об этом сегодня тоже обязательно расскажу. Немножко позже наберитесь терпения. И переходим к новогодним и рождественским программам. В этом сезоне, как и в прошлом, традиционно у нас три новых новогодних, маршрута и три маршрута на Рождество. И один маршрут – это тот тур, который называется «Праздничный Крым». Он у нас только на праздничные заезды. Это майские праздники, День России, День ВМФ, ноябские праздники. И он же запускается на Новый год. Поэтому получается всего на 7 программ на праздничные даты. Само празднование Нового года запланировано в наших программах в Севастополе и Ялте. Здесь можно выбрать, какой город для празднования вам более интересно. Длительность программ от трех ночей до пяти ночей. Ну и стоимость вы тоже видите на экране. Вполне доступная цена от 13 900 рублей до 25 900 рублей на человека за один тур. Вот все программы, которые у нас запланированы. Обратите внимание, что большинство из них 5 дней, 4 ночи. Они все разные внешне, но очень много пересечений. Конечно, мы делаем акцент на небольших программах, так, чтобы давать нашим гостям свободное время. Все-таки новогодние рождественские праздники, они не могут быть в таком прям ритме нон-стоп, хотя и эти программы тоже все-таки достаточно насыщенные. Но все-таки свободное время в этих программах, в отличие от летних, мы даем побольше, чтобы была возможность расслабиться, походить по набережной, погулять, погышать. Надеемся, что в этом сезоне на новогодние рождественские праздники будет прекрасная погода. Ну что, коллеги, теперь мы хотим рассказать вам более подробно про две программы, одна на Новый год, одна на Рождество. Я передаю свое место и свой микрофон Галине Ивановне Букановой, нашему ведущему экскурсоводу. Она вам расскажет про эти две программы. Я думаю, что она, как никто другой, сможет вас вдохновить на посещение Крыма так, чтобы вы смогли передать своим туристам это вдохновение. Ну и после ее рассказа она даст очень полезную информацию про те проблемы, которые туристы испытывают в программах. То есть она каждый день сталкивается с этим, от первого лица может рассказать. И даст советы, что же нужно делать, как подготовить ваших туристов при продаже тура, при отправке туриста, для того, чтобы турист вернулся отдохнувшим и довольным. Ведь очень важно не просто продать программу, не просто рассказать, что будет, а подготовить туриста, чтобы он приехал уже в Крым с хорошим настроением. И еще раз хочу сказать о том, что инфолисты – это огромная-огромная помощь всем нам в том, чтобы создавать не только хороший туристический продукт, но и хорошее настроение у наших туристов. Вот за прошлые годы было несколько случаев, конфликтных ситуаций, которые у нас сложились в экскурсионках. И связаны они были как раз с тем, что туристы, приезжая в Симферополь, были разочарованы тем, что изменялась программа. Программа изменялась уже на этапе рассылки инфолиста. И мы, и наши агенты, в принципе, знали о том, что информация – это есть, и будет изменение в программе. Но почему-то она не доходила до туристов. Если бы она дошла, турист за это время, пока он ехал, пока он готовился, он бы ее переварил, и приезжая в Крым, он бы не был уже так разочарован. А тут мало того, что изменилась программа, может, еще настроение было плохое, давление, что-нибудь еще. И в итоге весь тур у туриста не складывается. Ну, как вы знаете, есть такие туристы, которые не только себе портят настроение, этим разочарованием, но могут испортить еще и всей группе. Получается, как снежный ком. Давайте пытаться делать нашу работу хорошо и доводить все-таки эту информацию до туриста, чтобы туристы возвращались и к нам, и к вам, довольные, веселые, отдохнувшие. Галина Ивановна, я вас приглашаю. Галина Ивановна, я вас приглашаю. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! И мне очень хочется вам немножечко рассказать о том, что же такое наши новогодние туры. Крымская Кругосветка 2 на Новый год и вкус Крыма. Итак, Крымская Кругосветка 2. Это длительность нашего тура 6-5 дней. С 29 декабря по 3 января. Стоимость тура примерно 25, непримерно, а окончательно 25 900 рублей. Маршрут Симферополь, Бакчисарай, Севастополь, Балаклава, Агубка, Ялта, Вунзу, Феодосия. И так мы с вами отправляемся, встречаем туристов в Симферополе. Встречаем, чаще всего самолеты прилетают вовремя. Задержки чаще всего не бывает, но тем не менее бывают такие случаи, что самолет задерживается. Но мы эту проблему пытаемся решить. И дальше мы отправляемся с вами в Бакчисарай. И в Бакчисарай у нас первое, с чего мы начинаем, так люди уставшие, люди хотят получить заряд энергии. И поэтому мы рекомендуем сразу, по приезду в Бакчисарай, отправиться на дегустацию в один из, в одной из крымско-татарских кафе, где им будут представлены 9 видов марок вина. И все эти марки вина, они представлены из предприятий Крымского полуострова, винодетческих предприятий, из разных предприятий. Прекрасный сомелье, который расскажет, что, как, где произведено это вино. И, в общем-то, опишет тот, опишет те положительные эмоции, которые туристы получат, когда будут на дегустации. Затем у нас обед в крымско-татарском кафе с элементами крымско-татарской кухни. И затем мы отправляемся на экскурсию в Ханский дворец. Представлена вам факультативная программа. Несколько вариантов. Есть и посещение Успенского монастыря, есть и посещение парка миниатюр Крым на ладони и посещение крымско-татарского кафе, кофейни, вернее, Дегермен, где представлен макет, который очень живописно нам показывает, что из себя представляет, представлял Бакисаналяк в XVI веке. Мы погружаемся, а тем более, что еще после макета, после экскурсии, потом макету, с освещением, со звуковым оформлением. Мы пробуем настоящий кофе, сварили по всем правилам кофейного искусства. И еще нам дарят подарок в виде танца девушки, одетого в крымско-татарскую одежду. Ну, а затем мы отправляемся уже в Севастополь. Я забыла сказать, что ко всем местам, где будут проводиться факультетивные экскурсии, приз добирается самостоятельно. Затем отправляемся в Севастополь. И второй день, в Севастополь, мы первое, что так, это у нас первое, с самого утра, мы отправляемся на экскурсию в Хессонес-Таврический, археологический музей-заповедник Хессонес-Таврический, где прекрасная экспозиция, где прекрасные раскопки. И по работам доводит до сведения историю создания, историю развития и историю существования этого города. Потом у нас обзорная экскурсия по городу Севастополь. И если есть желающие, а желающие бывают всегда абсолютно, мы обязательно отправляемся на морскую прогулку по бухтам Севастополь. Вообще, так как Севастополь город Приморский, то, конечно, естественно, смотреть нужно его со стороны моря. Со стороны моря по той причине, что великолепный обзор и более того, корабли, которые стоят на прикоре, либо те, которые ухудшили на боевое дежурство, подводные лодки, прекрасно рассказана история создания этих кораблей и развития Черноморского флота. Потом у нас есть возможность побывать в... На следующий день у нас Балаклава. Балаклава это совершенно верно, как говорят иногда туристы, что это Ницца, самая настоящая Ницца с ее прекрасными катерами, с ее прекрасными яхтами. и иногда говорят, что вот на морскую прогулку по Балаклавской бухте зимой холодно, ветер, ничего подобного. Очень хорошо все. Прекрасные катера, маленькие, но там больших катеров не может быть. И интереснейшие экскурсии проводят наши капитаны. Вот, но купаться, конечно, вам не предложено будет, то есть, туристам зимой, потому что вода, наверное, немножечко холодноватая, но тем не менее удовольствие получит действительно большое от того, что они совершат прогулку по Балаклавской бухте. Потом у нас обзорная экскурсия по Балаклаве и обязательно, с моей точки зрения, обзорная экскурсия по Балаклаве обязательно должна включать себя не только по дням подъем к одной из башен крепости Чимбала, но и обязательно выход на мыс прекраснейший, мыс просто изумительный. И когда не было случая такого, что я просто не помню, чтобы туристы, увидев вот ту потрясающую красоту, которая открывается со стороны этого мыса, чтобы они не восхищались тем, что они видят. И дальше мы отправляемся в этот же день на южный берег Крыма. И первое, что у нас, это посещение Воронцовского дворца, это парк Воронцовский при Воронцовском дворце. У нас такие особенности, что Крым прекрасен в любое время года. И есть цветущие растения и осенью, и зимой, и весной, когда бы не приехали туристы, они от путешествия по парку тоже получат огромное наслаждение. После этого мы отправляемся в Ласточкином гнезду. И только обязательно, обязательно вы должны своим туристам напоминать о том, что у нас Ласточкино гнездо, не поднимаемся прям непосредственно мы к Ласточкино гнездо, а мы смотрим на Ласточкино гнездо, на этот удивительный памятник, на этот замок, смотрим с верхней смотровой площадки. Потому что увы, увы, бывает, что люди хотят, удивляются, что мы не Гласточкино гнездо, а идем и смотрим с верхней площадки смотровой. И дальше мы отправляемся в Ялту. В Ялте мы знакомимся с этим удивительным городом, город сказки, город радости, город солнца, его по-разному называют этот город. Смотрим интересные места, но прежде всего, конечно, набережная, эти маленькие уютные улочки смотрим, смотрим дачи Елены, вела София. Ну и затем мы отправляемся в тот отель, где мы будем праздновать новогодние, где будем проживать, где будем праздновать, встречать Новый год. Новогоднее торжество. Следующий день у нас будет день отдыха. И потом это будет 2-го 2-го января у нас 2-го Снекицкий ботанический сад. 2-го января мы сначала посещаем сыр. Сначала посещаем сыр и вино, а потом магазин сыр и вино, где вам будут представлены те вина, которые выпускаются не только у нас на территории Крымского полуострова, но и из многих стран мира. вот, ну и затем у нас посещение Никитского ботанического сада, это удивительное просто место, это удивительный объект, это учебное, это и научно-экономический центр, где вы как раз, где туристы как раз могут увидеть все то, что выращивается, производится, и что, в общем, чем любуются на протяжении всего года. Потом мы отправляемся с вами в на юго-восток Крымского полуострова, где у нас Судак, в Судаке мы посещаем крепость Судакскую, очень интересная экскурсия по Судакской крепости, но и затем отправляемся мы в Феодосию. Феодосию у нас обзорная экскурсия по Феодосии и обзорная экскурсия, к сожалению, сейчас не включает посещение галереи Азовского, потому что она, к сожалению, закрыта сейчас на реконструкцию. Ну и уже после Феодосии мы отправляемся вновь в Симферополь с остановкой на обед в одном из прекраснейших рынка-татарских кафе в городе Белогорске. Затем Белая скала с удивительной историей, связанной с этим памятником. Затем у нас подъезжаем к Суворовскому дугу и в общем-то после всего этого мы отправляемся в Симферополь на железнодорожный вокзал либо в аэропорт, на чем наш тур и заканчивается. Так, и второй тур. Второй тур это вкус Крыма на Рождество. Длительность маршрута 5-4 дня, заезды 4-го по 8-е переговоря стоимость 21 тысячи рублей за тур человека и маршрут начинаем мы в Симферополе и заканчиваем в Симферополе. Инкерман, Севастополь, Балаклава, Никита, Массандра, Ялта, Солнечная Адалина, Феодосия, Белогорск и Симферополь. Дело в том, что Крымский полуостров в совершенно разном климатическом условии. Хоть тип климата один, в общем-то это умеренный тип климата, но он меняется, меняется он из севера на юг, меняется он из запада на восток, а в связи с этим меняются и те сельскохозяйственные культуры, в данном случае мы говорим о винограде, которые выращиваются в том или ином регионе Крыма. И значит наша программа очень интересно построена, чтобы посмотреть, что же из себя представляет наша винодельческая промышленность, какие вина выпускает, какие вкусовые характеристики и качественные характеристики имеют эти вина. очень умно построена программа, потому что совершенно иные условия, иные почвы позволяют выращивать на тех или иных землях и тех или иных условиях совершенно виноград, который используется для приготовления и изготовления разных сортов вина. И вот первое у нас после встречи в аэропорту на железнодорожном вокзале, первое, что это мы в Инкермане, в Инкермане, где уникальные условия как раз для выращивания тех сортов винограда, которые не в Инкермане, а в предприятиях сельскохозяйственные, которые позволяют поставлять виноград для работы предприятия Инкерманский завод марочных вин, выращивают виноград уникальный. И именно из этого винограда производят именно отличнейшие сухие и полусухие вина. Более того, если учитывать, что это одно из старейших предприятий на территории Крыма, и уникальное действительно предприятие, и оснащено оно в штольнях, которые когда-то еще много веков тому назад добывался наш известняк, Инкерманский, или мрамородинный, или Инкерманский, извините, пожалуйста, демошанковый известняк. Так вот, в этих штольнях как раз и вылеживаются наши вина, которые, конечно, имеют очень-очень большой спрос. Тем более, что когда-то было известно, что наши вина Инкерманские на авиалиниях именно их использовали для того, чтобы угощать во время полета туристов. Дальше у нас следующий день мы отправляемся в Севастополь, обзорная экскурсия по Севастополю. Если есть желающие, то, конечно же, это и морская прогулка, и городская пристань, памятник за топливным кораблям. Это и просто прогулка на катерах и просто прогулка по нашей набережной. Она очень красивая, действительно набережная, особенно в вечернее время. И туристы обычно, обязательно приезжают, как бы они не устали, они обязательно хотят вечером отправиться на нашу набережную в центр города и погулять просто немножечко по центру города. Так, дальше, пожалуйста. Так, и дальше мы отправляемся в Балаклаву опять. Балаклава, как и в предыдущем туре, Балаклава это прогулка по на катере, если есть такая, это есть желающие, это прогулка, обзорная экскурсия по Балаклаве. И обязательно, нет, не обязательно, а если есть желающие, то у нас посещение Рарка, это Шампанелья, где одно из самых старых предприятий на территории Крыма. 1889 год, первые сведения о том, что это предприятие уже начала потихонечку там создаваться. Вина Тихие, Вина Игрис, и есть возможность побывать на экскурсии, есть возможность побывать на дегустации. Это действительно и вкусно, это и интересно. И дальше мы отправляемся на южный берег Крыма. Южный берег Крыма. У нас Никита, Никитский ботанический сад, у нас Ялта и Масабра. Прогулка по Ялте, это обзорная набережная Ялты, интереснейшие места, интереснейшие улочки, старинные отели, первые отели, первая гостиница на территории Ялты. Потом мы отправляемся в Никитский ботанический сад, где в любое время года, как я говорила уже, цветут растения, цветут растения, либо красивая крона у растений, очень. Ну и, конечно же, в Никитском ботаническом саду очень интересна дегустация. Дегустация той продукции, которая выращивается вот именно в Никитском ботаническом саду. Это и пейхуа, это и зизифус, это и гранаты, это и варенье, это и настойки, соки. То есть, все то, что они выращивают, это все можно попробовать на дегустации. Ну а дальше заключать будет наш сегодняшний день. Это посещение Масабра. Это посещение минарического предприятия, головного предприятия Масандрский винзавод, где очень интересная экскурсия. И вот здесь как раз мы уже попробуем с вами в отличие от тех вин, которые были в Инкермане, сухие, полусухие, полусладкие, то Масандра прежде всего специализируется на производстве десертных вин. Десертных, сладких вин и крепленных вин. Конечно, прекрасно знаете вы все такое вино, как мускат белый и красного камня. Да и многие другие вины, которые пользуются огромным успехом, спросом. Масандра, конечно, это то предприятие, которое всегда на слуху. И люди, когда приезжают в Крым, то прежде всего спрашивают, а Масандра? Будет Масандра? И какие вины Масандры можно предложить для приобретения? Ну и дальше мы с вами отправляемся на восток Крымского полуострова. Мы заезжаем в Гурзуф, в Гурзуф заезжаем, где у нас будет возможность побывать, просто прогуляться по Гурзуфу по этому маленькому городку, возможность побывать в музее Антона Павловича Чехова на маленькой даче в Гурзуфе, либо в музее Пушкина в Гурзуфе. Ну и дальше мы отправляемся. Дальше это на юго-восток Крымского полуострова. У нас Судак, Судакская крепость, очень интересное, очень интересное посещение Судакской крепости и Солнечная долина. Солнечная долина, к первенному сожалению, у нас как-то туристы, которые приезжают в Севастополь, не в Крым, но приезжают на туры и не только нашу компанию, но и другие компании, просто быстро приезжающие сюда, далеко не всегда вообще что-то слышали о Солнечной долине. К сожалению, Кривика, мы хотели на Солнечной долине, они просто уникальные. Они настолько уникальные, что такие вина, как Черный доктор и Черный полковник, Солнечная долина, Акагор, это вина, которые, в общем-то, имеют не только известность по стране, но и мировую известность. А вот, насколько я помню, Акагор на протяжении многих-многих лет наши храмы, наши церкви, наши монастыри именно для празднования разных церковных праздников заказывают Кабор именно в Солнечной долине. Это уникальная просто коллекция и уникальные вина, тем более, что только там в Солнечной долине есть возможность заворачивания таких сортов винограда, и Кимкара, и Черный доктор, и Черный полковник. То есть, только там, где бы ни пытались потом высаживать эту лозу, нигде она не давала такие характеристики, как лоза, которая давала виноградную гроздь, выращенную именно в Солнечной долине. Ну, и дальше у нас после Солнечной долины мы отправляемся к Белой скале, обед у нас опять его края, это обед крымско-татарская кухня, необыкновенный, интересный ресторан, живописный, очень колоритный ресторан. И затем мы подъезжаем к Белой скале, опять же, подъезжаем к Дубу-Богатырю или Суворовскому Дубу, и затем отправляемся уже в Симферополь на железнодорожный вокзал, либо на Дубу-Богатырю. в Симферополь. Так, ну и вопросы? Как же сделать все-таки наших туристов счастливыми? Вот один из первых вопросов, который часто сразу возникает, вот как только, как только мы приезжаем, как только встречаем туристов, очень часто бывает такой вопрос, есть ли у вас Субербанк, где можно снять деньги? И вот вопрос, деньги, наличные нужны или не нужны? Да, конечно же, деньги, наличные прежде всего. Субербанк у нас хождения не имеет, деньги можно снять в банкоматах Ренкобанк, но банкоматы, сами понимаете, у нас расположены и на каждом углу, поэтому людям бывает довольно сложно потом, когда через какое-то время приходится им получать наличные деньги, так что обязательно об этом говорите. Я понимаю прекрасно, что вы говорите об этом, конечно же говорите, но тем не менее люди почему-то на это внимание не обращают и забывают о том, что, увы-увы, с деньгами нужно быть сейчас сородным, потому что без наличных денег не обойдешься. Погодные условия по сезонам. Вы знаете, очень многие туристы, которые ездят к нам в Крым, они почему-то думают, что раз Крым находится на юге, то это вечное лето. Нет, Крым это не вечное лето. Бывают и понижения температур, даже до минусовых температур. А значит, вот мой вам совет, обязательно перед тем, как туристы ваши отправляются на маршрут, обязательно, чтобы они просмотрели прогноз погоды на те дни, в которые они будут путешествовать. Это очень сильно облегчит им жизнь во время этого путешествия, потому что бывает неоднозначно, неоднократно, когда, по идее, должны быть высокие температуры, не должно быть дождей, но у нас очень своеобразный климат Крыму, и поэтому у нас погодные условия могут приняться в течение дня несколько раз. Поэтому обязательно это брать одежду соответствующей сезону, обувь, зонты, дождевики и, в общем-то, опять же говорю, прогноз погоды обязательно пойдем посмотреть. Каждый день, когда мы отправляемся на маршрут, мы сообщаем туристам на следующий день, что необходимо брать с собой. И условия, без которого просто-напросто не может начинаться следующий день, это если турист будет отправляться на маршрут без воды, вода обязательно. Дальше сразу в аэропорту, если это лето, мы говорим, что пожалуйста, у нас очень активное солнце, чтобы были солнцезащитные крем, у вас если нет с собой выстреления приобрели, купите по той причине, что потом будут большие проблемы. Эти проблемы бывают, когда мы провожаем, и они все, некоторые из них не учли, и загоревшие настолько, что на них без слез смотреть нельзя. Купальники, купальники, конечно же, купальники нужны, потому что, как говорили уже, у нас тур экскурсионный, а не тур для отдыха, но тем не менее, то есть мы не подъезжаем к пляжам, мы не выводим на пляжи наших туристов, но при малейшей возможности эту услугу или это удовольствие нашим туристам предоставить, мы ее используем, рассказываем, где есть хорошие пляжи, как до них добраться, как их найти, и в общем-то, какая температура воды, все, что связано с этими пляжами, с возможностью на них искупаться, отдохнуть, мы обязательно сообщаем туристам. И, например, у нас такой маршрут есть, не маршрут, практически в каждом туре у нас есть посещение Балаклавы, и в летние сезоны, да что в летние сезоны, буквально еще недели две тому назад люди купались в открытом море в Балаклаве. Так вот, что касается купальников, да, на некоторых катерах, катера маленькие в Балаклаве, на некоторых катерах, конечно, есть каюты, где можно переодеться, но не каждый капитан хочет пустить, не хочет пустить людей переодеваться в каюте, поэтому просто советую, если есть такая возможность одеть купальники заранее, чтобы потом не испытывать какие-то неприятности. Что касается обуви, удобный обувь, обязательно, каждый день отправляясь на маршрут, обязательно говоришь, какая, какой будет маршрут сложности, много ли мы пройдем, будет ли пресеченная местность, а следовательно, обувь, какая должна быть обувь на следующий день приготовлена. Так, дальше, дело в том, что южный берег Крыма очень сильно, сильны проблемы с водой, с поставкой воды. Да, проблемы решаются, создаются водозаборы, создаются, используются водохранилища, но тем не менее, есть такие города, особенно на южном берегу Крыма, где вода подается по графику, и очень часто, ну, спасибо, что чаще всего туристы к этому относятся нормально, положительно, но бывает случай, что вот, жалуются, нет воды, ну, как же так, объясните, пожалуйста, что Крым, есть Крым, в Крыму очень мало пресной воды, поэтому эту пресную воду, к великому сожалению, особенно в те сезоны, в то время, когда у нас длительное время нет дождей, то воду приходится экономить. Дальше. Ограничения по возрасту с до 5 лет и после 80, хотя вы знаете, 80-летние бывают разные люди, были неоднократно случаи, что 80-летние и 85-ти даже летние так путешествуют, так ходят, что за ними молодые, молодые не угонятся, но тем не менее, возраст элегантный, а раз возраст элегантный, то, конечно же, нужно как-то со своими силами соотносить к своему возрасту, то есть у нас большие нагрузки, очень насыщенные программы, все программы насыщенные, по всем программам мы довольно много ходим, бывает 4, 3, 5, 7 и даже 8 километров в день, и, конечно, человек элегантного возраста, ему вот такая нагрузка совершенно не нужна, но я так считаю. Так, нужна ли аптечка? Да, в автобусе есть аптечка, конечно, но, безусловно, каждый человек знает, что, какие у него проблемы, и поэтому, чтобы эти проблемы, проблем этих избежать во время тура, желательно, чтобы те лекарства, те препараты, которые необходимы для решения проблем данного туриста, чтобы это все было, чтобы все это было. Конечно, копия паспортов. У нас, когда начинаем заселяться, если у туристов нет копий паспортов, то приходится делать ксеропопию, это очень сильно задерживает заселение, начинают размещаться вот так долго. А если бы все было бы сразу, и копия паспортов, и ОМС, то, конечно, процесс заселения проходил бы намного, намного больше. Что касается транспортной системы. Хорошая у нас транспортная система, хорошо ли развитая, или не очень хорошо. Дело в том, что у нас Крым, трасса Таврида проходит с востока на запад, а у нас Крым, это очень сильно пересеченная местность. И, естественно, дороги, особенно там, где сильно пересеченная местность, но это имеется в виду, если мы едем от Алушты в сторону Судака. Конечно, там трассы Таврида нет, тем не менее, дороги постоянно ремонтируются, постоянно находятся под наблюдением, но это, конечно, несколько иное, чем трасса Таврида. Дальше, что касается присоединения к группе, есть человек, есть турист, опаздывает, допустим, на 5 минут, на 10 минут, мы еще имеем возможность его подождать в аэропорту, а если он опаздывает на большее время по продолжительности, то, конечно, мы не можем срывать программу, и если там 20 человек, 15 человек ради одного туриста, к сожалению, не могут ждать, когда он приземлится. поэтому нет возможность брать такси. Такси примерно из Синферополя до Белогорска это 2-2,5 тысячи рублей, а из Синферополя до Бокчисара это примерно 1000-1200 рублей. И что касается такси, когда мы заканчиваем тур, очень часто, когда мы приезжаем в Белогорск, у нас несколько туров, когда у нас идет Белогорск в обратном направлении, и туристы спрашивают, а вот мы хотим поехать дальше сюда, или в Керчь, или в Коктебель, или в Феодосию, как нам быть? И мы эту проблему пытаемся разрешить, пытаемся эту проблему помочь им решить, заказываем такси через специальную службу, и, в общем-то, люди остаются довольны. Вот, ну и еще что, мы стараемся, ну, гиды, теперь уже о гидах и о скосоводах, мы стараемся программы наши, все программы выполнять на 100%, если нет никаких отклонений, если вдруг не произошла замена. Дело в том, что, вот, например, канатная дорога, канатная дорога могут ее закрыть по некоторым причинам, буквально накануне, и поэтому, конечно же, конечно же, предупредить туристов заранее вы не можете, и поэтому старается наша компания произвести адекватную замену этих объектов, чтобы люди могли получить удовольствие и от того, что, в общем-то, они видят. Ну, и не только на 100% мы пытаемся, не пытаемся, обязательно осуществляем программу, но еще и пытаемся что-то дополнительное дать. Вот, например, скажите мне, пожалуйста, вы на лавандовые поля ездили, бывали на лавандовых полях? Ответьте, пожалуйста. Нет. 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 А жаль, что не были, потому что у нас вот самый, один из интересных, они все у нас интересные. Нет. И еще раз нет. Мимо проезжали. А. Летом работаем. Отлично. Так вот, я хочу сказать, есть такой у нас тур, Крымская Кругосветка 2. Это не новогодняя, а именно в течение всего года. И этот тур, он предусматривает, он очень интересный, он пешеходный, конечно, очень много ходим, очень много ходим. Но, когда мы приезжаем к Демерджи, то у нас пешеходная прогулка вдоль Долины Привидений с Фуной. Интересно то, что одно дело пешеходная прогулка, а другое дело, когда ты возьмешь ОАЗы. Немного, недорого стоит, в зависимости от того, сколько человек. Машина стоит где-то примерно две с половиной тысячи, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, какое время. Так вот, мы, во-первых, проезжаем в Подолине Привидений, мы смотрим, где снимались интереснейшие фильмы, нам наши экскурсоводы-водители показывают прекрасные фотографии, а дальше крепость Фуна обязательно мы посещаем. а потом, если это начало июля и до начала августа, нас на тех же УАЗах, ну, там мы чуть-чуть доплачиваем еще примерно 50-60, так вот, мы, нас отвозят на шикарнейшие лавандовые поля. Дикой лаванды. Когда-то там действительно произрастала лаванда, которая, в общем-то, была, за которой ухаживали жители, ну, а потом ее запустили, и это дикие, дикие лавандовые поля. Вы не представляете, вы просто не представляете, какое потрясающее удовольствие получают туристы от этих лавандовых полей, как только они не фотографируются, в каких таких позах, и лежа, и сидя, и группами. Так что, вот такие маленькие какие-то нюансы, выходящие из-за предела программы, мы стараемся их осуществлять. И вот совсем недавно, в прошлом году, открыли дорогу, отремонтировали, проложили дорогу на гора Клементьева, Узун-Сыр, на самую вершину, высота более 300 метров над уровнем моря, это на звездопад Воспоминаний. Что там говорить о туристах, когда мы приезжая туда в первый раз, мы в восторгу не было предела, красота необыкновенная, от Феодосии до Старого Крыма, потухший вулкан Карадар, все как на ладошке видно, вид просто завораживающий. Так что, мы стараемся, мы стараемся и хотим, чтобы нашим туристам было хорошо. И еще раз про инфорист, пожалуйста, чтобы очень хорошо прочитывали. Вы прежде всего и вы объясняли туристам, что им ожидать здесь, в Крыму. Все, всего хорошего. До свидания. Друзья, это еще не все. Не расходитесь, пожалуйста. Спасибо большое Галине Ивановне за прекрасный рассказ. Я думаю, что вы вдохновились ее рассказом о поездках в Крым, про лавандовые поля. Тем, кто работает летом, надо приезжать в Крым осенью. И сегодня я расскажу еще вам про рекламник, который мы запланировали на весну, тоже хотим с вами обсудить. Давайте посмотрим сразу на слайд. Вот примерно проект нашего рекламника. Мы планируем это наконец на предпоследнюю неделю апреля. Двинули его до Пасхи. Пасха у нас в этом сезоне будет 26, по-моему, числа. Так, чтобы можно было успеть приехать, кто празднует. На экране вы видите маршрут, то есть маршрут захватывает все самые интересные места в Крыму, которые можно впихнуть в эти 5 дней 4 ночи. И стоимость его 26, 400 рублей за двухместное размещение. Сразу скажу, что стоимость такая достаточно высокая, в связи с тем, что в программу включено очень много всего по экскурсионке. Этот рекламник не отельный, этот рекламник, можно сказать, полноценная классная экскурсионная программа, как для себя, можно сказать. Поэтому посмотрите программу, вот Елена вам сбросила ссылочку, мы еще пока вот только-только вчера его разместили, еще подумаем, есть идеи, допустим, убрать экскурсионку, сделать его дешевле, но тогда теряется все же смысл этого рекламника, потому что хочется показать вам именно все то экскурсионное, ради чего все туристы сюда едут, не море, а именно ту экскурсионку, которую туристы видят в наших турах Крымская Кругосветка. Наши рекламники именно по Кругосветке всегда пользовались большим спросом среди турагентств, потому что они как раз направлены на то, что можно отдохнуть, вы не просто ходите по отелям, вы как турист настояще наслаждаетесь всеми прелестями, которые есть в экскурсионном туре. Поэтому подумайте, запланируйте ваш, если вы хотите посетить Крым заранее, можно заранее купить билеты уже на экскурсионные туры весной, вот, ну и если еще вы не готовы, можно решение принять немножко позже. Группу мы не будем делать большую, так, чтобы можно было комфортно и комфортно перемещаться и компактно, вот, ну и давайте посмотрим, что же у нас будет в следующем сезоне. А в следующем сезоне нас ожидает стабильность, мы оставляем все 7 программ, которые были в этом году, не меняем маршруты, так сложилось, что в прошлом сезоне мы немножко корректировали маршруты, в этом сезоне уже по маршрутам корректировок не будет, даты на экране вы видите, какие-то маршруты будут оставаться с той же периодичностью, длительность туров тоже не меняется, и самое приятное, что пока еще не меняются цены. До 28 числа мы оставляем стоимость туров такую же, как была в этом сезоне, то есть, если турист готов ехать в экскурсионный тур, до 28 февраля он может оплатить программу и получить цену 2021 года, а уже в 2022 году программа по кругосветкам стоимость их вырастет на 1002 в зависимости от маршрута. Лена сбрасывает вам опять же ссылки на эти программы, цены уже размещены, бронирование открыто, подозреваю, что пока еще конечно рановато для бронирования, но тем не менее разместить программы на вашем сайте вы уже можете и потихонечку прогревать ваших туристов, клиентов, которые задумываются, сомневаются, понемножку можно, а акция, думаю, что их немножко смотивирует двигаться быстрее. Давайте прорезюмируем все то, о чем мы сегодня говорили. Все-таки хочется сказать, что если мы отойдем от вдохновляющих моментов, о том, что крымская кругосветка это очень качественный продукт, на котором можно зарабатывать деньги. Количество мест в отелях как ни крути, рано или поздно заканчивается, пляжный сезон ограниченный, экскурсионка начинаясь в марте длится практически вот до нового года и всегда есть места, всегда можно выбрать удобный период для отпуска туриста, это не обязательно должны быть летние месяцы. Кстати, в этом сезоне как раз летние месяцы у нас так прям четенько провалились, связано это было, конечно, с тем, что программа кэшбэка действовала до 30 июня, как раз в этот период были бронировки как раз на экскурсионку и в принципе всегда июль-август у нас провально, потому что очень жарко, но представьте 28-30-35 градусов гулять в такую погоду, практически весь целый день мы проводим в пеших экскурсиях, в каких-то прогулках, конечно, это тяжело, поэтому не все выдерживают и, конечно, они проседают, но в этом сезоне еще, видимо, с кэшбэком все, кто хотели, они поехали до 30 июня. Вот, поэтому длительный сезон, хорошая доходность, как мы с вами обсудили, можно получить комиссию 15% разместит фуры у вас на сайте и выслав нам об этом информацию. Вот, и, конечно же, огромное разнообразие экскурсионное Крыма, оно просто вот ни с чем его не сравнить. Краснодарский край сравнивают с Крымом и говорят, что, конечно же, там лучше отельная база и сервис. Ну, да, можно спорить, можно обсуждать и цены можно обсуждать, но то, что в Крыму собрала природа, собрала человеческий фактор, который здесь имеет огромную историю, столько пластов исторических цивилизаций здесь есть, климат, различные рельефы здесь в Крыму на одном небольшом участке, конечно, такого, наверное, нет нигде. Ну, еще, если добавить море, конечно, это уникальное место, поэтому интерес здесь есть, мы подготовили продукт, ваша задача продать и заработать ну и помните про то, что мы предлагаем комбинировать Крымскую кругосветку с программами на море. Несколько дней на море можно забронировать после окончания программы. Да, и, конечно же, нет конкуренции от систем бронирования. Так сложилось, что экскурсионку продавать достаточно сложно, сложно заявляют для агрегаторов, сложность это как раз в том, что технически очень сложно заливать программы, они имеют определенные даты, для этого нужно специально разрабатывать поисковые системы, это не очень удобно, поэтому конкуренции среди систем бронирования для того, чтобы участник выходил напрямую, здесь, конечно, нет, агентства как раз могут использовать это конкурентное преимущество. 15% комиссия, пожалуйста, пишите письма, высылайте нам ссылки, где вы устанавливаете ваши программы, и мы увеличим вашу комиссию по Крымской кругосветке до 15%. Напоминаю, что найти туры Крымской кругосветки вы можете у нас на сайте раздел Крым, вот в красном на экране вы видите выделенные ссылочки, там есть и Крымская кругосветка, экскурсионные туры по Крыму, и групповые туры, кто спрашивал, гастрономические экскурсии, и туры для детей выделены отдельной вкладкой, вы можете посмотреть те программы, которые уже разработаны. По индивидуальным экскурсиям, безусловно, до пандемии это был большой тренд, у нас был большой рост именно индивидуальных экскурсий, причем никаких-то там особых, каких-то эдаких тем тематических, нет, люди хотели просто стандартные экскурсии с посещением допустим двух дворов топлива, диски и воронцовские, съездить шампанерию, съездить на афеты, то есть это абсолютно стандартные экскурсии, просто они хотели сделать это для себя отдельно, чтобы был транспорт, экскурсовод, и все было забронировано заранее, это было для наших гостей удобно. Этот сезон немножечко был не такой, люди все-таки экономят, но тем не менее, я думаю, что этот сегмент, он все-таки будет потихоньку расти, бронирование гостиниц высокого уровня все-таки открывается достаточно рано, и все-таки гости частично все еще продолжают бронировать, поэтому помните, пожалуйста, всю индивидуальную экскурсионку мы тоже делаем в Крыму для вас. Так, ну и на экране я выписываю контакты наших специалистов экскурсионного отдела, это Елена Козека, которая сегодня нам помогала, и Атон Ступницкий, который занимается непосредственно группами Крымской Кругосветки, обращайтесь к ним напрямую, эти контакты есть, безусловно, еще и на сайте, вот, отвечу на ваши вопросы, пожалуйста, пишите по моему рассказу, или по рассказу Галины Ивановны какие были вопросы. при бронировании не видно, какое проживание. Да, коллеги, вы не увидите при бронировании какое проживание. У нас есть ряд ключевых базовых отелей, в которых мы размещаем наши группы, но при бронировании, если вы бронируете, например, сейчас на туры, которые будут через месяц, через два, если честно, мы и сами до конца точно не знаем, где будем размещать наши группы, поэтому размещение происходит в Севастополе, в Алуште, в Ялте, в Феодосии. В Севастополе мы обычно селим в отель Оптиму, в Феодосии мы селим в Гранд Асторию, в Судаке в отель Диву, что еще? Алушта, это гостиница Алушта, и в Керчи мы селим Меридиан. Это базовые отели, но вы должны понимать, что всегда бывают какие-то большие даты, где, либо, например, у нас на какие-то даты в этом сезоне был очень большой спрос. Нам приходилось ставить несколько автобусов, и те блоки мест, которые мы брали в гостиницах, их не хватило, и нам пришлось добронировать, искать еще дополнительные объекты размещения. Поэтому при бронировании сказать, не то, что вы не можете туристам, мы еще сами не знаем, где мы будем селить. Поэтому мы так и описываем, что не говорите, что это будут две-три звезды, говорите, что это будет гостиница туристического класса. Это очень важно, чтобы не было ожиданий больших, чем туристы получат в итоге. Безусловно, мы стараемся брать лучший вариант среди того, что есть. И безусловно, у нас есть гостиницы, которые действительно хороши, и у которых даже шведка на завтраке не прям такая приличная. Но это как бы сверх. Мы не обещаем. Мы обещаем, что будет просто завтрак и просто гостиница туристического класса. Поэтому требовательным туристам это нужно еще два раза сказать, чтобы они были уверены и знали, что ничего сверх не будет. Так, не видно базовые варианты размещения. Да, это Лена ответила. Как можно выгрузить предложение? Наше предложение вы можете выгрузить на сайт. Лен, сбрось, пожалуйста, еще раз ссылочку, где посмотреть информацию, по информации для вашего сайта, как это сделать. Но для того, чтобы получить код, вам нужно зарегистрироваться, иметь с нами договор. Если у вас это есть информация, в личном кабинете, в разделе для вашего сайта подробно расписано, как получить код, как его установить, с примерами установки. Я думаю, что там будет все понятно. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Меня зовут Елена Романова. Вы можете со мной обсудить, я вам помогу это сделать. Так, про школьников. А будьте добры, Татьяна Львова, спросите, что конкретно вы спрашивали про школьников. Будут ли, есть ли программы для школьников? Вначале был вопрос, и программы есть. Эти кругосветки, о которых мы сегодня говорим, это программы с присоединением от одного человека, и больше, конечно, они рассчитаны на взрослых гостей, ограничения по возрасту от 5 до 80 лет. Если у вас есть школьные группы, то для школьников мы можем по подводной программе провести тур, но все-таки мы адаптируем для детей, потому что для детей сложно такую насыщенную экскурсионку в течение дня выдерживать, им становится быстро неинтересно, поэтому мы адаптируем, и у нас на сайте есть прям такие специальные программы «Крымские кругосветки для школьных групп». Ссылочка такая, наверху вкладка, прямо написано «Для детских групп». И там вы можете посмотреть те программы, которые мы уже откатали, и которые мы рекомендуем именно для детских групп. Если у вас есть уже конкретные запросы, то вы можете как раз с Леной Козекой списаться. Лен, сбрось, пожалуйста. А вот на экране вы видите ее адрес, всех 15 бальчиков наверхом, можете ей напрямую отлично. Я вас благодарю за то, что вы были с нами, за то, что вы нашли время послушать. Уверена, что эту информацию вы сможете использовать в своих продажах. Помните, пожалуйста, про инфолисты. Я вам желаю здоровья, ждем вас в Крыму на рекламном туре, ваших туристов в наших осенних программах на Новый год и Рождество. Если у вас будут какие-либо вопросы касательно информации сегодня, пожалуйста, обращайтесь. Меня зовут Елена Романова и вы можете обращаться ко мне, вы можете звонить Елене Козеко или Антону, еще раз их контакты на экране увиду. И мы надеемся, что все-таки в этом сезоне будет немножко проще, чем в прошлом году, я имею в виду осенний-зимний сезон. Да, и напоминаю, что 7 октября, это уже послезавтра, у нас пройдет еще один вебинар на платформе Profit Travel. Мы будем рассказывать про экскурсионные туры по России, это тоже сейчас интересно и востребовано, Москва, елка в Москве, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и туры на Кавказ, все это, что вот на сегодня у нас будет актуально, с новогодними рождественскими предложениями, будет на вебинаре. Вебинар, ссылочку вы увидите, приходите, регистрируйтесь, будем рады вашему участию. Всего хорошего, хорошего дня, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова